Когда вы будете делать такие выходы качественно, вы получите множество бонусов. Продлить свою серию, завершить партию, либо набрать необходимое количество шаров и уйти в отрыв. Потом тоже самое можно 3 борта в угол сделать, подверг и ударчиком. В этом ударе нет ничего трудного. Просто попасть в боковое нужное вращение с нужной силой, видите точку, играйте уверенным акцентированным ударом, а выход сам придет. Как раз под шар был бы желтый. Дальше можно выход делать следующим образом. Через борт длинный выход на угол влево. Здесь небольшое левое боковое вращение расширяет нам отскок в сторону направления к лузе. Если же его не давать, тогда шар пойдет по более узкой траектории и выход получится в длинный борт. Можно делать с такого варианта выход. Вспомогательный третий борт заходит нормально. Боковое верхнее вращение создает битку потенциал доехать в сторону средней лузы, используя силу 2,5 борта. Если у вас есть вопросы с техникой, точностью, с ваяками, видением резки, ударом, запишитесь на бесплатную консультацию по ссылочке в описании. Я Игорь Литовченко, дипломированный тренер и мастер спорта по бильярду. Со стажем игры 20 лет. Воспитал мастеров спорта и чемпионов. Решу все вопросы с техникой удара, игровой стойкой, с ваяками. По авторской методике видеокурсов для эффективного развития вашей игры. Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся. Небольшая резка ставится, нижний винт, с левой на ударчике выход на угол. И он выходит так. Более подробную информацию вы увидите в другом уроке этого видеокурса. Там рассказывается за концентрацию внимания, психологию, как не бояться делать выходы и на что нужно обращать внимание. Можете самый простой ставить вариант. Разновидности перевода делать. Повторяйте все, как вы видите. Нужно дать лишь давящий, качественный, акцентированный удар под верх. Очень важно, чтобы у вас был контроль, что вы бьете под верх. Не зарывайте киев вниз. Про эти вещи расскажу в следующих уроках.